Карантин закрыто. Вот такими стоп-сигналами встречают саратовцев объявления на воротах многочисленных загородных баз отдыха. Пандемия отсрочила начало пляжного сезона. Роспотребнадзор, несмотря на снятие многих ограничительных мер, открывать турбазы не спешит. Слишком велик риск заражения. По пляжам, первым условием для открытия пляжа, это, естественно, вступление в следующий этап ограничительных мероприятий. И второе условие – это получение санэпидзаключения как на зону рекреации. Это касается тех зон рекреации, которые в Саратовской области проходят в рамке узаконенных. Большинство баз отдыха введенный запрет соблюдают, но есть и исключения из правил. Тем более жаркая погода буквально гонит людей к воде. А спрос, как известно, рождает и предложение. Верениться машин в минувшие выходные потянулись к сазанке. Идельвейс, домостроитель, Волжина и другие. Все, что происходит внутри, скрыто за высокими заборами. Пусть вас не смущает надпись на воротах. Жизнь в Волжина в субботу кипела. Машина на парковке, люди на пирсе, народ у бассейна, да и в самом бассейне кто-то плещется. Как-то не похоже на ремонт. Еще одно место на сазанке – парк-отель Эдельвейс. Тоже вроде бы на карантине. Но, сим-сим, откройся. А это еще посетители. А что же за забором? Снова люди на пляже. Пусть немного, но есть. А это уже улица Лесозаводская. Там же в Энгельсе. Клевое местечко. Малиновка, Островок. К ним тоже есть вопросы. И там, и там замечены люди у воды. А это нарушение. Ну, это работа объекта. В данном случае эта работа не возобновлялась. Поэтому нарушение постановления правительства Саратовской области здесь будут привлекать к ответственности органы полиции.